Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас этим утром и хочется пожелать, чтобы этот день для каждого из вас был совершенно особенным. Мы постараемся зарядить каждого из вас позитивом. В эфире проект Автопилот и блистательная, неподражаемая, харизматичная, всегда яркая Мария Медича. И ваш любимый Денис Висков. Друзья мои, почему Автопилот? Все очень просто. Уверены, что утром вы буквально на Автопилоте просыпаетесь, сидите умываться, готовите себе завтрак, едете на работу. Так вот, мы хотим, чтобы ваше утро стало особенным и чтобы ваш день прошел на 5 с плюсом. Чтобы все это получилось, смотрите наш эфир. Каждый день, каждому эфиру мы предлагаем вам подумать, поразмыслить на определенную тему. И сегодняшний день не исключение. Какая тема, Маша? Сегодня мы с вами будем говорить о здоровом образе жизни. ЗОЖ. Нужен он каждому из нас или от него вполне можно отказаться? Что такое здоровый образ жизни и что мы должны делать, чтобы его придерживаться? Об этом сегодня и поговорим. Да, Маша, а что же такое здоровый образ жизни, по-твоему? Здоровый образ жизни – это, разумеется, правильное питание, это закаливание, это отказ, полный отказ от вредных привычек, поддержание здорового тела, здорового духа. Кстати, как указывают некоторые словари, здоровый образ жизни – это в том числе и общение с дорогими сердцем людьми, потому что психосоматического здоровья тоже никто не отменял. Ну и помимо всего прочего, что я забыла, да по-моему я все перечислила, физическая активность, конечно. Дорогие друзья, что вы думаете на тему здорового образа жизни, нас также интересует. Оставляйте свои комментарии, свои мысли в социальных сетях, в частности в группах ВКонтакте, Саратов 24. Оставляйте там свои комментарии, свои мысли, свои пожелания. Наш интересует мнение каждого из вас. Итак, дорогие друзья, с чего начинается каждое утро? Разумеется, с правильного завтрака. Что такое правильный завтрак и как его правильно приготовить? Вот ты, Денис, например, привык завтракать? Честно, нет. Чашка кофе и искренняя улыбка самому себе в зеркале. Пожалуй, это весь мой завтрак. Ай-яй-яй. А ведь ты знаешь, что если не завтракать по утрам, то буквально через полчаса, максимум час, человек начинает чувствовать раздражительность. Он устал. Он не понимает, в чем дело. При этом мозг его абсолютно отказывается работать. И, в общем, ни одно задание шеф выполнить человек не может. Он не может настроить себя на какой-то рабочий лад. Ну вот буквально такая размазня. И ты, главное, не понимаешь, в чем дело. А все просто. Ты не позавтракал. Но если я позавтракал и съел излишне много, ну, в частности, сладкого, то тоже особо не хочется двигаться. Действительно, становится как-то лениво. Хочется лечь, пожалуй, на диван и не двигаться в направлении работы. Ни в коем случае. Сто процентов. Но это тоже ошибка, друзья. Обильный, плотный завтрак, в ходе которого мы употребляем исключительно быстрые углеводы, это, значит, сладкие мюсли, конфеты, шоколад, сладкое печенье и прочее. Это тоже завтрак абсолютно неправильный. Знаешь почему? Организм получает слишком много сахара. Сахар, опять же, буквально за 2-3 часа сгорает в организме, давая энергию. А после этого человек вдруг резко чувствует большую усталость. Такое ощущение, что он с самого утра буквально грузил бревна. На самом деле, естественно, мы этого не делаем, но при этом чувствуем колоссальную усталость. Так вот, мы говорим о правильном завтраке. А как позавтракать правильно и использовать для здоровья, мы узнаем из нашей рубрики «Утренний бутерброд». С завтраками вместе с вами. Приятного аппетита, дорогие друзья! Доброе утро! Брускетта – это такая быстрая закуска итальянского происхождения, которую подают перед основными переменами блюд. Так сказать, для поднятия аппетита. А изначально брускетта являлась блюдом сельской бедноты, центральной Италии. Ну, в принципе, точно так же, как и пицца. От бутерброда брускетта отличается тем, что ломтики хлеба предварительно обсушивают на гриле, решетке или сковороде без масла. Брускетты бывают самые разные, но их объединяет одно – все они очень быстро и легко готовятся. А значит, вполне подойдут для завтрака. Итак, сегодня у нас на завтрак брускетта с крабовыми палочками и плавленым сыром. На приготовление этой незамысловатой, но очень вкусной закуски нам потребуется, во-первых, не более 5-10 минут. А из продуктов понадобится хлеб, в моем случае это багет, вареное яйцо, крабовые палочки, плавленый сырок и сметана. Можно использовать майонез. Ну, для начала подсушим хлеб на сковородке. Я включаю плиту, выкладываю масло, уберу, оно нам не понадобится. Выкладываю на сухую, раскаленную сковороду кусочки батона. А пока тем временем займусь приготовлением салата. То есть брускетта – это не что иное, как гренка, приправленная салатом. Итак, у нас сегодня брускетта будет с крабовыми палочками и плавленым сырком, поэтому я все эти ингредиенты сейчас порежу тоненькими маленькими кубиками. Вы можете резать как угодно, как вам больше нравится. Крабовые палочки готовы. Отправляем их в миску. Теперь та же участь ждет и плавленый сырок. Его можно потереть на терке, но раз уж мы решили все резать кубиками, то будем резать кубиками. И осталось нам порезать яйцо. На Польше возьмем. Вот у нас почти получился такой салат. Теперь осталось его заправить. Можно использовать майонез. Ну, я предлагаю взять сметану. Намного полезней, а по вкусу нисколько не уступает майонезу. Добавляю немного мускатного ореха. Совсем чуть-чуть. Теперь все хорошенько перемешиваем. Салат, которым мы будем украшать наши брускеты, готов. Переворачиваем хлеб на другую сторону. Пусть он подсохнет и немножко подрумянится с другой стороны тоже. Вот хлебушек уже готов. Выкладываем на салат. Видите, он такой румяный, аппетитный. И теперь просто, совсем просто, ложкой выкладываем салат на кусочки хлеба. Все так просто. Так красиво и так аппетитно. Вот наша итальянская закуска. Наш сытный, вкусный и, самое главное, очень легкий и простой в приготовлении завтрак готов. Приятного всем аппетита! Для приготовления брускетты необходим багет или хлеб, яйцо вареное, крабовые палочки, плавленый сыр, сметана или майонез и немного мускатного ореха. Маша, ты радуешь за здоровый образ жизни. Ну скажи мне, пожалуйста, как ты смогла все-таки нарушить привычный для наших телезрителей ритм? Ведь мы традиционно каждое утро сначала делаем зарядку, потом завтракаем. Ну, знаешь, тут я могу поспорить, например, качать пресс лучше, да, до завтрака однозначно. Но вот я, например, дорогие друзья, чувствую с утра, что мне абсолютно нет силы, что мне необходимо съесть какую-нибудь, ну, например, кашу или сделать себе мои любимые горячие бутерброды. Так вот, друзья, после того, как я плотно позавтракаю, я уже, соответственно, могу пойти и сделать несколько упражнений на коврике для йоги или подкачать бицепс посредством моих любимых двухкилограммовых пока еще гантелей. И мне кажется, что можно вот с этим играть, но необходимо и завтракать, и делать зарядку, и это обязательно. Тогда прямо сейчас мы делаем зарядку, ты берешь гантели, а наши телезрители смотрят традиционную рубрику «Утренняя зарядка». Доброе утро, меня зовут Дмитрий, я фитнес-инструктор. Чтобы начать правильный день, его нужно начинать с зарядки. Зарядки на канале Саратов-24. За мной! Начиная с зарядку, всегда старайтесь уделить внимание разминке, чтобы не было нейтрал. Здесь у нас разогреются суставы и мышцы. Чтобы размять нашу спину и потянуть, мы начнем наклоны. Ставим стопы на ширине тазовой кости и сделаем наклон тулуще. На вдох, на выдох поднимаемся. Вдох, опускаемся до угла 90 градусов в тазобедренном суставе. И на выдох поднимаемся. Стараемся с каждым движением увеличить амплитуду. Здесь у нас раздвиняются прямые мышцы спины и поясница. Отлично. Теперь можно то же самое выполнить по диагонали, касаясь носков. Одной ноги и другие. Одной ноги и другой. Еще одно упражнение вращательное с выпрямлением руки. Здесь у нас будет уже разминаться дверь спины. Здесь 15 повторений в одну сторону. Здесь 15 в другую. Теперь можно приступать. Сегодня для выполнения нашего комплекса также понадобится платформа. Она может служить или диваном с кроватью, или стулом. Упражнение называется подъем тулуще. С первым будем поднимать только тулуще, потом в следующем упражнении будем поднимать только ноги. Итак, исходное положение. Ложимся полностью на платформу. Ноги у нас прижаты. Можно даже немножко опустить. Вся концентрация идет на подъем нашего тулуща. На вдох, выдох вниз. Вдох, выдох вниз. Стараемся максимально увеличить амплитуду с каждым повторением. И для усложнения можно добавить сведение руки. Вдох, на выдох опускаемся. Чем больше амплитуда, тем больше прокачивается наша мышца. Для новичков я посоветую это выполнять 20-30 повторений. Можно даже немножко с задержкой наверху. Для продвинутых, естественно, и больше. 30-50 повторений. Следующее упражнение у нас направлено больше на ягодичные и поясничные мышцы. Упражнение называется «Подъем ног». Также исходное положение лежа на платформе. Поднимаем максимально ноги вверх. Стараемся прямой их поднимать. Можно придерживаться платформы, чтобы увеличить нашу амплитуду. Здесь вдох. На выдох подъем. Вдох. Выдох. Здесь максимально будет усилий идти на поясницу. Для новичков можно выполнять также 20-30 повторений. Для продвинутых 30-50. 34 подхода. Для того, чтобы завершить наш комплекс на спину, мы сделаем растяжку. С платформы выпрямляем все вверх. Здесь у нас еще немножко потянутся мышцы спины и пресса. Выполняем примерно 10-15 секунд. В следующем упражнении переходим с исходного положения. Округляя спину. Держимся также за платформой. Максимально ягодицы опускаем на пятки. Руки наоборот тяем от себя вперед. Отлично. С вами был Дмитрий. И это была «Зарядка» на канале Сараза-24. Хорошего дня! Наши дорогие телезрители, мы напоминаем, что в эфире шоу «Автопилот». С вами Денис Висков. Блистательная Мария Медичин. И мы сегодня с вами говорим над темой здорового образа жизни. Что входит в это понятие, что необходимо исключить из своего рациона. И чем необходимо начать заниматься прямо сегодня, для того, чтобы влиться вот в эту самую струю людей, которых предпочитает здоровый образ жизни. Знаешь, Денис, самое сложное утром – это замотивировать себя на зарядку. Мне кажется, невозможно придумать что-то сложнее. Потому что утром так хочется полежать под теплым одеялом. Так хочется вот в объятиях морфея провести еще хотя бы 5 или 10 минут. И, конечно, только самые сильные духом встают и идут качать пресс. Действительно, надо собраться с мыслями, проснуться, сделать зарядку, выпить чашку бодрящего любого напитка и двигаться на работу. Я уверен, этот день для каждого из вас будет по праву судьбоносным. Впереди у нас традиционная рубрика «Детский гороскоп». А как гороскоп связан со здоровым образом жизни? Да никак, Маша, просто смотрим. Овен – прекрасный день для покупки предметов роскоши и просто красивых вещей. Пусть вас не подведет. Можно обновить свое жилище, сделать перестановку. Телец. В этот день у вас появится возможность реализовать какой-то давний замысел. Вовремя придут на помощь ваши друзья. Близнецы. Благоприятное время для контактов со старшими родственниками. Любые семейные проблемы вы решаете быстрее и эффективнее, чем представители других знаков. Рак. Нежелательно экспериментировать, ломать сложившиеся традиции. В этот день лучше вести себя сдержанно, не давать воле и эмоциям. Лев. Высока вероятность романтических увлечений. Начинающиеся в этот день отношения будут эмоциональными и запоминающимися. Дева. Нелегко сохранить хорошее настроение. Из-за пустяков переживать не стоит, а настроение поможет поднять общение с близкими и любимый десерт. Весы. Благоприятный день для поездок, особенно развлекательных. Кроме того, представители знака наверняка порадуют посещение театра или концертного зала. Скорпион. Очень везет скорпионам в личной жизни. Этот день отлично подходит для нового знакомства. Чрезвычайно приятные сюрпризы ожидают дам. Стрелец. У вас много дел, разнообразных и довольно утомительных. Вы будете вынуждены постоянно переключаться с одной задачи на другую, но успешно доведете их до конца. Козирог. Подходящее время для того, чтобы дать волю фантазии. Если вы не пишете чудесных картин и рассказов из жизни вымышленных существ, посмотрите фантастический фильм или зрелищную сказку. Водолей. Появляется возможность укрепить свои позиции, найти новых союзников и стать более важной и влиятельной персоной. Правда, ради этого придется приложить немало усилий. Рыбы. Хочется головокружительного разнообразия, яркого запоминающегося отдыха. Можете быть уверены, звездам есть чем вас порадовать. Правда ведь, дорогие друзья, устами младенца даже какое-то не очень, может быть, приятное предсказание звучит совсем по-другому. Как-то по-доброму и очень весело. Ведь когда что-то говорит ребенок, ну это в основном вызывает улыбку, да, или какой-то добрый смех. Но уж явно не раздражение или не опасность. Что день грядущий мне сулит? Наши добрые предсказания, друзья, слушайте. Каждый будний день мы подготовили их специально для вас. Маша, но нельзя забывать нашу традицию. Каждый утренний эфир мы стараемся говорить о каких-то рекордах. И говоря о здоровом образе жизни, мы обязаны вспомнить о рекордах. Ну а так как мы сегодня говорим на тему здорового образа жизни, и наши рекорды будут связаны с этой темой. Итак, друзья, главная долгожительница планеты Земля не так давно отпраздновала свой 122-й день рождения. При этом, как указывает источник, эта милая старушка продолжает ездить на велосипеде. Она активна, она встречается с своими подругами, которые гораздо моложе нее, конечно же. Она любит гулять в парке, но не обладает ни одной вредной привычкой. И, в принципе, многие говорят, что именно благодаря этому ей удалось прожить 122 года. Но существуют данные о неком китайце, звали его Ли Цинь Юнь, который прожил на этом белом свете аж 256 лет. Родился он в далеком 1677 году, а умер в начале 20 века. Независимые эксперты поговаривают о том, что прожил-то он всего 122 года, но прожил эти 122 года в горах, собирая целебные травы и действительно вел здоровый образ жизни. Слушай, интересно, наверное, все его знакомые и родственники помнят его исключительно как глубокого старичка сразу. А вот ты бы хотел жить долго, ты бы хотел жить 256 лет? Ну, если как этот китаец, то, пожалуй, вряд ли, потому что 256 лет прожить в горах, собирать целебные травы. А как же айфоны? Нет, пожалуй, нет, не хотелось бы. Ты знаешь, а я бы согласилась вполне же очень долго, если бы мастера косметологии обеспечили не только мое здоровье и жизненные функции, но также и какую-то внешнюю красоту. Потому что даже и до 200, например, лет, и при этом быть глубокой старушкой, которую все жалеют, и ты немощная, ну, наверное, вряд ли. Нет. А как же расхожее мнение о том, что человек, чем больше живет на этом белом свете, тем больше влюбляется в жизнь? Может быть. И мне кажется, что и старички ценят каждый свой день, и просыпаются с улыбкой на лице, потому что солнышко светит, рядом их родные и близкие, и, в общем, день сулит только какие-то приятности. В общем, друзья, мы к чему? Придерживайтесь здорового образа жизни. Сколько нам отведено, не знает никто, но ваш срок нужно, разумеется, прожить в здоровом теле и имея здоровый дух. Вот, кстати, Денис, давай с тобой поговорим на тему того, каких принципов ЗОЖ придерживаешься ты, и от чего ты отказываешь себе, ну, для того, чтобы быть в форме. А может быть, у тебя есть какие-то вредные привычки, и ты как бы в этом стараешься не признаваться, но тем не менее за собой знаешь грешок. Ну, нет, конечно, есть определенные грешки. Нет-нет, да люблю угоститься каким-нибудь вкусным фастфудом. А зачем? Неужели не лучше сходить, например, в какой-нибудь ресторан, заказать себе вкусный свежий овощной салат, съесть куриную грудку, ну, например, побаловать себя там каким-нибудь даже, может быть, десертом? Почему бы нет? Для чего ходить в эти заведения общественного питания, толкаться в очередях, есть пластикового подноса, еду в бумажных коробках? Маша, я с тобой соглашусь, но все-таки иногда хочется угоститься каким-нибудь гамбургером или картошкой фри. Ну, почему нет? Ты знаешь, я даже не могу вспомнить, когда последний раз в своей жизни я ела гамбургер или картошку фри. Даже когда однажды я уезжала после проведенного мероприятия из одного города, я была жутко голодной, потому что на банкете мне не удалось поужинать, и время было уже буквально час ночи, мне предстояло ехать из Булакова в Саратов, то есть это, считай, еще где-то 4 часа ночной дороги. Я пыталась найти что-то, что-то, что можно съесть здорового в этом городе ночью. Мною не было найдено ничего. Один открытый ларек, продающий гамбургеры с сомнительного вида кетчупом и майонезом. Я решила, что лучше я буду голодной. Слушай, ну а Мархайям тоже, между прочим, писал, что лучше быть голодным, чем что попало есть. Я вот согласна полностью с этим изречением, друзья, и уверена, что вы тоже не злоупотребляете пищей из фастфудных забегаловок. Маша, ну хорошо, но, по-моему, любому человеку свойственно гулять и веселиться. То есть ты против ночных вот этих вот вечеринок с друзьями, тусовок, движений? Ты знаешь, может быть, до поры до времени я любила эти ночные дискотеки с безудержным весельем. А вот не так давно я поймала себя на мысли, что куда лучше туситься с своими друзьями, встречаться с ними. Но расходиться, скажем так, в 11, ну, край в 12 часов ночи. Затем спокойно выспаться дома, а в 11 утра уже собраться и пойти куда-нибудь вместе гулять. Я не знаю, по проспекту Кирова прогуляться, зайти в какой-нибудь парк, на набережной прогуляться. Если это лето, сесть вместе на кораблих, поехать на острова. Если это, там, ранняя осень, собраться и поехать к кому-нибудь на дачу. Может быть, это все связано с тем, что я мама, у меня есть семья, а мне хочется встречаться больше, наверное, с людьми, которые уже не увлекаются ночными тусовками, а беспокоены тем, чтобы им самим уложить малыша в кроватку спать. Ну, не знаю, не буду с тобой спорить. Мне кажется, что веселье – это здорово. Дорогие друзья, оставляйте свои мнения, оставляйте свои комментарии на данные вопросы, и мнение каждого будет услышано. Да, нам интересно то, что вы думаете, друзья. Пишите, пишите нам в группу ВКонтакте «Саратов-24». Перед нам все интересно. Доброе утро, дорогие друзья. Просыпайтесь прямо сейчас и желаем каждому из вас, чтобы действительно сегодняшний день был капельку веселей, добрей и искренней, чем день вчерашний. В эфире проект «Автопилоты» и самое позитивное, всегда улыбчивое и обаятельное Марии Медичи. Ну и, конечно, ваш любимый ведущий Денис Висков. Друзья, сегодня мы с вами говорим о здоровом образе жизни. Нужен он или нет? Каких принципов ЗОЖ придерживаетесь именно вы? От чего вы отказываетесь ради? Идеальной фигуры? Ну или, может быть, здорового тела? А что при этом вы себе позволяете? Ругая себя, но при этом все-таки чуть-чуть, но можно. Маша, скажи мне честно, на бескрайних просторах интернета ты хотя бы нашла один ресурс о здоровом образе жизни? Если в окошко поиска вбить ЗОЖ, то вы, друзья, получите несметное количество ссылок на самые интересные и любопытные сайты. Их действительно очень много. Я вчера провела весь вечер, буквально изучая этот интересный вопрос. Так вот, Денис, один из самых лучших сайтов, один из самых стройных сайтов, если так можно сказать, то есть где все понятно, где все разложено по полочкам, это сайт тысвободен.ру. Почему он так называется? Ну все очень просто. Ты свободен от вредных привычек. Ты свободен быть здоровым, красивым и счастливым. В общем, на этом сайте можно найти очень много всего. Во-первых, какие-то советы по фитнесу, как правильно делать утреннюю, в том числе, зарядку, кому можно бегать там по 100 километров в день, а кому нельзя, какие там есть специальные упражнения для диабетиков, для кипертоников и так далее. Есть раздел народные советы, совет народной медицины. Ну, как вылечить головную боль, например, на стоим ромашки, если ты не хочешь употреблять таблетки. Есть целый раздел, посвященный борьбе с вредными привычками. В общем, много-много полезных советов. И знаешь, самое главное, какая-то мотивация на здоровый образ жизни есть на этом сайте. Друзья, тысвободен.ру. Ресурс для всех тех, кто следит за своим здоровьем. Ну вот, друзья, мы так с вами плавно и подошли к главной теме нашего сегодняшнего дня. Тема это то, что необходимо придерживаться здорового образа жизни. Знаешь, кстати, Денис, я вот очень люблю Инстаграм, и там в последнее время стало появляться огромное количество аккаунтов молодых серфингистов, сноубордистов, велосипедистов, любителей активного вида спорта, отдыха. Они все обладают обалденными фигурами. Они все молоды, красивы, позитивны. Они путешествуют, наслаждаются жизнью, занимаются любимым делом. Друзья, это, конечно, пример для подражания. И если раньше, например, в интернет выкладывали очень много фотографий, где две девочки могли сидеть за столом заполненными банками с какими-то ядреными напитками, то теперь входит в моду материнство, женская красота, естественность. Друзья, придерживаться ЗОЖ или нет, это выбор каждого из вас, но мы говорим вам, прислушайтесь к нашим советам. Согласитесь, всегда модно быть здоровым, молодым, красивым, спортивным, а стало быть и успешным. Здоровый образ жизни – это наш с Машей выбор. Ну и, разумеется, это билет в будущее, друзья. Мы с вами не прощаемся, увидимся буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь. А оставайтесь с нами, впереди очень много интересного. Наши дорогие любимые сонные телезрители, здравствуйте! Мы так рады вас приветствовать, мы так рады, что это утро вы проводите в нашей компании, в компании проекта «Автопилот». В эфире блистательная, неповторимая и всегда очаровательная, улыбчивая Мария Медичем. Ну и, конечно, ваш любимый ведущий Денис Висков. Друзья, сегодня мы с ним говорим о здоровом образе жизни. Надеюсь, что вы присоединитесь к нашей беседе. А придерживаетесь ли вы здорового образа жизни? Что вы думаете о ЗОЖ? Какие вредные привычки есть у вас? С чем вы боретесь? Ну, а что принимаете как должное? Пишите, пишите нам во всех социальных сетях, в том числе в группу ВКонтакте «Саратов-24». Маша, здоровый образ жизни – это действительно здорово. Но самое главное, что человек должен самостоятельно, замотивированно прийти к здоровому образу жизни. На мой взгляд, совершенно отвратительно, когда руководители крупных компаний навязывают всем здоровый образ жизни. Я не буду упоминать название компании, но у меня есть конкретный пример, когда руководитель заставляет своих сотрудников к этому приобщиться. Например, погружает всех сотрудников в обязательном порядке в прорубь зимой. Ну, это, по-моему, совершенно отвратительно. Или заставляет всех сотрудников компании кататься на велосипедах, выгоняя их на кумусную поляну. То есть независимо от здоровья, от веса, от возраста людей. То есть все разом офисом встали и пошли кататься на велосипедах. Ну, по-моему, это неправильно. Ну, соглашусь с тобой. Но, с другой стороны, я знаю одного директора компании, который выправил скидку 90% на абонемент в один из известных фитнес-клубов нашего города. И, в общем, вся эта фирма его может ходить, посещать бассейн и фитнес-зал со скидкой 90%. Разумеется, абонементы разобрали вмиг. Спортом заниматься захотели все резко. Кто-то похудел и сбросил неплохо вес. Кто-то поддерживает здоровый образ жизни. Просто, например, приходя хотя бы раз в неделю попариться в сауну и посетив бассейн. Это здорово, друзья. Но я соглашусь, Денис, что перегибов быть не должно нигде. И каждый из вас сам решает, что же для него является здоровым образом жизни. Например, Большая советская энциклопедия говорит нам о том, что ЗОЖ – это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление организма и общего состояния здоровья. Друзья мои, мы с Денисом знаем одного человека, знания которого сравнимы с этой самой большой советской энциклопедией. Это наш большой друг, помощник и соратник – дядя Вова. Дядя Вова, он такой. Сейчас опять расскажешь что-нибудь интересное. А что интересует вас? Оставляйте свои вопросы в группе в социальных сетях, например, ВКонтакте, Саратов24 и получайте ответы от дяди Вовы. Смотрим. Здравствуйте. Вы спрашивали, почему осенью листья желтеют и опадают? Природой все устроено мудро и у нее на все свой черед. После весеннего пробуждения и летнего расцвета природе нужен отдых, поэтому осенью деревья готовятся к зимнему сну. С уменьшением светового дня постепенно прекращается процесс фотосинтеза. Другими словами, растение получает все меньше питательных веществ и его жизнедеятельность постепенно замирает. А с разрушением зеленого пигмента хлорофилла, без которого фотосинтез невозможен, на листьях становятся видны и другие пигменты – желтый ксантофилл, оранжевый каротин и красно-фиолетовый антоциан. Именно они и придают осенним листьям такую окраску. Правда, не все деревья окрашиваются в багряные тона. Багрянец присущ в основном кленам и осинам, а липы, дубы и березы лишены красных оттенков. Они отливают золотом. Причем активное образование антоциана происходит именно поздней осенью, когда значительно снижена температура воздуха и хлорофилл в листьях почти полностью разрушен. А с ольхи и сирени, например, листва так и упадет зеленый, независимо от погоды. В их листьях, кроме хлорофилла, других красящих пигментов нет. К осени листья накапливают в себе большое количество питательных веществ и минеральных солей. Но помимо полезных веществ, в листьях накапливается и много вредных метаболитов и лишних минеральных солей, которые только вредят здоровью дерева. Поэтому полезные вещества дерево забирает себе, а от вредных веществ и лишних солей избавляется, сбрасывая листву. Еще одна причина, по которой дерево сбрасывает листья, состоит в том, что через поверхность листа испаряется много влаги необходимой дереву. Весной или этом это не так страшно, ведь идут дожди. А зимой корни дерева не смогут ее восполнить, так как извлечь влагу из промерзшей почвы очень затруднительно. Поэтому, сбрасывая листву, дерево спасает себя от засыхания в зимнюю стужу, а следовательно и от гибели. Вот так осенний листопад объясняет наука. Хотя некоторые утверждают, что листья желтеют от старости, а краснеют от увиденного. Ты знаешь, удивительный факт. Не так давно я поняла, что ЗОЖ и этикет очень связаны. Расскажу. Я посещаю бассейн, и со мной заходит мой друг. Так вот, он поделился своими рассуждениями. Он говорит, Маш, как ты вообще считаешь, это нормально, когда два мужчины после посещения душа выходят в раздевалку для того, чтобы одеться и уйти домой, но они не одеваются. А вот в чем мать родила, стоят и буквально 20 минут беседуют на какие-то деловые темы. То есть вот так, тет-а-тет, лицом к лицу стоят и вовсе не торопятся одеться. Я сказала, что, на мой взгляд, это не совсем правильно. И нормам этикета, но и какой-то нормальности это не соответствует вообще. Мне кажется, что все-таки, если ты покинул пределы бассейна, необходимо снять плавки и уже как-то сменить их на повседневную одежду. А вот 20 минут разговаривать без одежды – это странно. А ты как думаешь? Маша, ну что я могу сказать? Ну, воистину несчастливы эти люди, которые в редкие периоды отдыха говорят о работе. И если в таких обстоятельствах и в таких костюмах, ну, точнее, в полном их отсутствии, люди продолжают говорить о работе, ну, видимо, они очень искренне хотели заработать миллион. Ты знаешь, у меня масса вопросов ко всем посетителям бассейна. Вот, например, друзья, если вы заходите со спортивной сумкой в женскую раздевалку, ну или в мужскую, там, кто куда, нужно ли здороваться со всеми присутствующими? А если вы их не знаете? А если вы заходите в раздевалку первый раз? А если вы вышли, а потом снова зашли? Нужно ли здороваться с теми, кто пришел до вас? В общем, у меня масса вопросов, и периодически я сама, если честно, не могу найти на них ответ. И мне очень удобно искать литературу или искать ответы в интернете, но вряд ли кто-то там пишет ответы на такие каверзные вопросы. У кого уточнить это, я не знаю. Ну, мне кажется, Маша, что необходимо все-таки задавать вопросы истинным профессионалам своего дела. Тем людям, для которых ответ на твои вопросы является просто очевидным. Ну, например, для ведущей нашей следующей рубрики «Этикет». Смотрим. Работа – это всего лишь часть нашей жизни, в которой каждая играет свою роль. Всегда есть руководитель и всегда есть подчиненный. И есть свои правила. Как вести себя с руководителем, чтобы работа приносила не только стабильный доход, но и доставляла удовольствие? Прежде всего, вам надо излучать позитив. Улыбайтесь, шутите, находите во всем положительные моменты. Преподносите себя начальнику только с хорошей стороны. Старайтесь сообщать ему только позитивные новости. Вы будете выгодно отличаться от других сотрудников. Помните, что начальник тоже человек. Он может нервничать и переживать. Важно, чтобы вы не были причиной этих срывов. Поэтому поддерживайте каждое законное распоряжение руководства. Любое задание выполняйте с энтузиазмом. Во время общения с шефом сохраняйте доброжелательное выражение лица. Ухмылка, насупленные брови и косой взгляд оставьте для домашнего зеркала. Если же начальник обнаружил в вашей работе ошибку и обрушил на вас весь свой гнев, не вздумайте вспылить в ответ. Это только наколит и без того горячую атмосферу. Выслушайте критические замечания с достоинством и обдумайте их. Постарайтесь извечить из них пользу. Это вам обязательно поможет в профессиональном росте. Никогда не спортишь с шефом, даже когда он не прав. Помните, кто здесь начальник. Если ваше видение ситуации значительно отличается от того, которое имеется у босса, отложите вопрос на следующий день. В спокойной обстановке вы сможете грамотно объяснить директору преимущества вашей позиции. Если шеф оказался тираном и изводит вас придирками, придется изобретать свой способ выживания. Ведь изменить шефа не получится, а при наличии у вас достаточной выдержки вы можете сработаться. Главное – сохранять хладнокровие. Ваш спокойный тон и уверенный деловой настрой отобьют всякую охоту придираться к вам по мелочам. Покажите начальнику, что вы готовы сотрудничать. Обратитесь к нему за советом, как сделать работу более эффективной. Ему будет приятно. В любой ситуации умейте постоять за себя. Но при этом будьте вежливы. Не грубите в ответ. Не переходите границы делового общения. Говорите спокойно и искренне, глядя в глаза. Это всегда работает. И самое главное – будьте профессиональны. Успешно сделанная работа расположит вам самого предвзятого руководителя. Хорошего вам рабочего дня. Маша, давай подведем промежуточный итог нашему диалогу. Что же такое ЗОЖ? ЗОЖ – это все, что полезно. Например, правильно питаться. Полезно? Полезно. Полезно и правильно, конечно. Фитнес и занятия спортом – полезно? Определенно полезно. Закаливание? Полезно. Профилактика болезней? Полезно. Питаться, кстати, правильно питаться тоже полезно. Полезно. Полезно и вкусно. Ну так вот, друзья, правильный настрой на день – это тоже очень полезно. Ну а если ты с самого утра уверен, что твой день пройдет отлично, то у тебя все получится. Поэтому гороскоп – это тоже полезно. Смотрим, что этот день нам приготовил в детском гороскопе, друзья. Овен. Прекрасный день для покупки предметов роскоши и просто красивых вещей. Пусть вас не подведет. Можно обновить свое жилище, сделать перестановку. Телец. В этот день у вас появится возможность реализовать какой-то давний замысел. Вовремя придут на помощь ваши друзья. Близнецы. Благоприятное время для контактов со старшими родственниками. Любые семейные проблемы вы решаете быстрее и эффективнее, чем представители других знаков. Рак. Нежелательно экспериментировать, ломать сложившиеся традиции. В этот день лучше вести себя сдержанно, не давать воле и эмоциям. Лев. Высока вероятность романтических увлечений. Начинающиеся в этот день отношения будут эмоциональными и запоминающимися. Дева. Нелегко сохранить хорошее настроение. Из-за пустяков переживать не стоит, а настроение поможет поднять общение с близкими и любимый десерт. Весы. Благоприятный день для поездок, особенно развлекательных. Кроме того, представители знака наверняка порадуют посещение театра или концертного зала. Скорпион. Очень везет Скорпионом в личной жизни. Этот день отлично подходит для нового знакомства. Чрезвычайно приятные сюрпризы ожидают дам. Стрелец. У вас много дел, разнообразных и довольно утомительных. Вы будете вынуждены постоянно переключаться с одной задачи на другую, но успешно доведете их до конца. Козирог. Подходящее время для того, чтобы дать волю фантазии. Если вы не пишете чудесных картин и рассказов из жизни вымышленных существ, посмотрите фантастический фильм или зрелищную сказку. Водолей. Появляется возможность укрепить свои позиции, найти новых союзников и стать более важной и влиятельной персоной. Правда, ради этого придется приложить немало усилий. Рыбы. Хочется головокружительного разнообразия, яркого запоминающегося отдыха. Можете быть уверены, звездам есть чем вас порадовать. Ну что, друзья, настало время продолжения нашей темы. Поговорить о народной мудрости. Даже наши прородцы знали о пользе здорового образа жизни и придумали немало пословиц и поговорок. Например. Например, аптека не прибавит века. Ну, абсолютно согласен с этим утверждением. Почему? Ну, зачем глотать таблетки, когда ты чувствуешь, что ты болеешь? Сделай проще. Встань на лыжи, допустим, зимой, активно подвигайся. Или пойди с друзьями в баню, в сауну, в парную. Да, пропарься, что называется. И хвори все выйдут. Известный факт. Я не могу себе позволить не пить таблетки. Поэтому в моей аптечке просто пригоршни и спреев, и таблеток, и самых различных настоек. И чего там только нет. И как только я чувствую, что заболеваю, я начинаю просто уничтожать мою аптечку. Ну, а как же иммунитет? Он должен работать, он должен бороться с вирусами. А ты его задавливаешь своими таблетками? Полностью с тобой согласна. Но куда деваться? Если я вечером, накануне какого-то важного эфира, чувствую, что заболела, я не могу позволить себе сидеть, например, здесь, в студии, с красным носом, со светящимися глазами. Мне нужно срочно что-то сделать. Или я должна завтра вести какое-то важное мероприятие. То же самое. Как я буду работать с температурой? Я этого делать не могу. Поэтому я пью всякие настойки. Хотя понимаю, что это не совсем правильно. Еще одна поговорка русского народа. Это лук от семи недуг. Лук от семи недуг. Это такая хипстерская поговорка. Нет, на самом деле, имеется в виду, конечно, друзья, вот этот самый овощ. Ну, честно признаюсь, лук я не ем совсем. Ни лук, ни чеснок. Это не мои помощники во время болезни, потому что на дух не переношу я. Согласен с тобой абсолютно. Тоже не могу сказать, что лук это мой любимый овощ или, не дай бог, простите, фрукт. Не могу я его есть. Тем не менее, я знаю, что многие жители нашего города, ну, вот мои знакомые, друзья во время эпидемии, буквально-таки, друзья, развешивают чеснок и лук по квартире, нарезают их, делают различные настойки, делают какие-то промывания для носа на луковой основе. Но для меня это все, конечно, просто ужасно. Но они утверждают, что вот такая профилактика помогает им выстоять в период заболевания ОРВ, ОРЗ и так далее. Они не болеют совсем, но, видимо, все-таки к этому нужно прийти. Я пока не готова. То есть, все-таки вот этот чеснок вязанками, это не от вампиров, а от простого. Да-да-да, от простого. Слава тебе, Господи, я успокоился за вас, мои друзья. Еще одна интересная поговорка. Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Голову в холоде, Маша, это как? Ну, не знаю, я лично не любительница русских морозов, поэтому шапка-ушанка или какая-то норковая шапочка – это мой выход. Ну, живот в голоде, почему как-то? Ну, лечебное голодание, а ноги в тепле. А это реклама угов, мне кажется. Мужчины ненавидят, оги, друзья. Но это лучший способ согреться нашими морозными зимами для девушек, определенно. Живот в голоде, Маша, я все-таки не могу понять. Смотри, опять же, те же самые народные мысли гласят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И как же тут живот-то в голоде? Непонятно. Диссонанс. Диссонанс. Да, ну, просто не переедать. Может быть, друзья, это имеется в виду. Ну, будем на это надеяться. Знаешь, Денис, а есть еще два аспекта ЗОЖ, о которых мы с тобой забыли. Во-первых, это психосоматика. То есть каждый человек, который ведет здоровый образ жизни, должен в достаточной мере общаться с дорогими и близкими сердцу людьми, чтобы вот за счет этой коммуникации, общения получать позитивные эмоции. Ну и, конечно, друзья, беречь нервы – это тоже немаловажно. Абсолютно согласен. Далеко не все люди могут грамотно и понятно изложить свои мысли. Вот мне, например, дорогие друзья, действительно очень страшно из-за того, что огромное количество моих знакомых и друзей абсолютно безграмотные. Они не могут ни написать письмо, ни грамотно что-то сказать, иногда вообще даже выразить свои мысли просто четко, кратко и ясно – это для них огромная проблема. Но что тут поделаешь? Они уже закончили школу, университет. И где им искать? Учителей – абсолютно непонятно. Маша, никого искать не нужно. Все профессионалы своего дела уже работают на нашем телеканале. Еще одна традиционная рубрика. Смотрим. Доброе утро, с вами Татьяна Цветкова. Русский язык – это язык сложных и, к сожалению, подвижных ударений. В этом смысле французам, в чем языке акцент всегда на последнем слоге, живется, конечно, намного проще. Повезло и полякам, у них всегда под ударением предпоследнее гласное. А в русском языке даже бывают случаи, когда место ударения меняется с течением времени. Так, современники Александра Сергеевича говорили – не музыка, а музыка гремит, музыка боевая. Это следствие влияния французского слова «мюзик». Как только слово обрусело, французское ударение ушло. Но часто, если мы самовольно сместим ударение, то невольно подвинем и смысл. К примеру, провод – это металлическая проволока, а провод – проводник чего-либо. Как правило, это вторая часть сложных слов. Бензопровод, водопровод, газопровод, мусоропровод и так далее. Именно на провод следует делать акцент. И, конечно, нужно различать. Электропровод – система для передачи электричества, но электропровод – электрический шнур. Ударение в кратких формах прилагательных и страдательных причастий прошедшего времени всегда стоит на основе. И только в форме единственного числа, женского рода, оно переносится на окончание. Создан – созданы, но создана. Взят – взяты – взята. Занят – заняты – занята. Во многих глаголах в прошедшем времени только в форме женского рода ударение стоит на окончании. Отнял – отняли – отняла. Понял – поняли – поняла. Начал – начали – начала. Глаголы, образованные от прилагательных, обычно имеют ударение на окончании. Глубокий – углубить, легкий – облегчить, бодрый – ободрить, подбодрить. На сегодня пока все. Я желаю вам удачного, бодрого начала дня. Друзья, есть не только проблема, как избежать косности языка или, например, узкого словарного запаса. Есть и другая проблема – как запомнить услышанное в нашей полезной рубрике. А я вам расскажу. Старайтесь прямо сегодня, придя на работу, употребить все услышанное в вашей речи. Активно используйте все, что вы узнали, в вашем словарном запасе. И тогда очень скоро вы прослывете высококультурным человеком. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся совсем скоро. Каждый будний день мы готовы заряжать вас своим позитивом. В эфире была блистательная Мария Медича. Ну и, конечно, Денис Висков. С вами был проект Автопилот. Увидимся очень скоро. Чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok